Приветствую вас, друзья, на моём канале! Сегодня будет долгожданное видео для многих. Мы наконец узнаем, насколько хороши аккумуляторы EA 18650-26F. Один из наилучших способов проверить качество аккумуляторов – это прогнать их хное количество циклов. Моё зарядное устройство может за раз делать 99 циклов заряд-разряд. До этого я уже тестировал таким образом аккумуляторы LANGE 33E на 3300 мАч. Видео есть на канале, и это видео получило сильный отклик у вас. Отсюда я понял, что данная тема интересна вам. Ставь лайк, если это так. Буквально сразу же я столкнулся с определёнными сложностями при съёмке тестов в 99 циклов. И чтобы как-то упростить съёмочный процесс, я приобрёл лайтбоксы для предметной съёмки. Вы можете видеть его на экране. Это первое видео с их использованием. Я пойму, действительно ли проще снимать такие тесты с их помощью. Весь этот тест я буду пробовать снять на экшн-камеру, а сами циклы сниму в режиме таймлапс. Посмотрим, что из этого получится. Для тестов я отобрал из всей партии образцы аккумуляторов с наименьшим и наибольшим внутренним сопротивлением – 22 и 27 мОм. Измеренные при заряде аккумуляторов 50%. Сейчас аккумуляторы уже заряжены по полной, и мы ещё раз измерим их сопротивление. 21,3 мОм. Сопротивление значительно уменьшилось. Было 27 мОм. У второго аккумулятора 18,8 мОм. А было 22 мОм. Сейчас я поставлю их в холдеры, и мы начнём наш тест. На этот аккумулятор я поставлю датчик температуры, так как я буду разряжать его большим током 5 А. И при этом он ещё имеет большее сопротивление. Так что его мы будем, можно сказать, мучить. Заряжать левый аккумулятор будем током 2,5 А, разряжать будем током 3 А. Выставим 99 циклов, начнём с разряда. Правый аккумулятор заряжаем также током 2,5 А, разряжать будем током 5 А. Оба образца будем разряжать до 2,5 Вольт в каждом цикле. Переключим дисплей на отображение циклов, чтобы наблюдать за ними. Кто на канале впервые ещё не подписался, подписывайтесь. Будет ещё куча разных интересных тестов различных аккумуляторов. Температуру можно смотреть вот тут. Зарядное устройство в этой области попеременно показывает режим работы и температуру 31,5 градуса. Здесь можно смотреть температуру зарядного устройства. Датчик стоит на плате возле процессора. Прибор мы убираем, пока он нам не нужен. Он нам понадобится в конце для того, чтобы измерить, насколько повысится внутреннее сопротивление после 99 циклов. Я переключаю камеру в режим таймлапса. Буду включать каждые 10 циклов, снимать показания и делать предварительные выводы по динамике падения ёмкости. Первый цикл подходит к концу. Большая часть ёмкости израсходована. И пока ток ещё не упал, я сделаю замер температуры обоих аккумуляторов. Правый аккумулятор около 45, а левый около 36 градусов. За счёт того, что датчик находится дополнительно в термоусадке, то температура отображается не совсем точно. Разница зарядки и термометра 7 градусов, но это ничего страшного. Эта температура терпимая. Также нужно не забывать, что ячейки дополнительно разогреваются за счёт электрических потерь на контактах холдеров. Если припаять провода зарядки напрямую к аккумулятору, то нагрев будет значительно меньше. Продолжаем тест дальше. Прошло 10 циклов. Левый аккумулятор, который разряжается у нас током 3 А, отдал в 10 цикле 2733 мАч. А было 2743, разница в 10 мАч. Правый аккумулятор, который разряжался током 5 А, отдал 2749 мАч. А было 2758, разница в 9 мАч. Довольно приемлемая разница, ёмкость не сильно падает, это сильно обнадёживает. Не получается сделать так, чтобы зарядка автоматически пролистывала циклы, приходится вручную наблюдать и листать. Попробую пролистать с самого начала и до последнего цикла. Может, так она начнёт листать сама. Надо найти зависимость. Потому что как-то у меня получалось сделать так, чтобы зарядка сама листала и показывала всегда последний цикл. На таймлапсе это будет, наверное, хорошо смотреться. Кто впервые зашёл на канал и смотрит это видео, рекомендую также посмотреть тест 99 циклов аккумуляторов LUNCHED на 3300 мАч. Также ещё будут тесты 99 циклов и других популярных аккумуляторов. Поэтому подписывайтесь, делитесь обязательно этим видео в соцсетях. Это мотивирует меня на дальнейшую съёмку. Если вы делитесь видео в соцсетях, то YouTube лучше индексирует видео, а также более охотно предлагает их другим зрителям. Поэтому я очень благодарен за то, что делитесь моими видео в соцсетях. Также хочу попробовать новую химию NMC. Китайцы уже перевели свой городской транспорт в городе Шэньчжэнь на этот тип химии. Будем разбираться тоже с этой химией, посмотрим. Возможно, я попробую её также погонять на циклы. Я встречал в Китае эти ячейки на 10, 30, 40, 50 и более ампер часов. А максимальный ток у зарядки 40 ампер, поэтому это может сильно затянуть тест 99 циклов. На тесты, думаю, взять элементы 10, 30, 40. Хочется попробовать этот новый тип химии, что он из себя представляет. Ну, продолжим дальше тестировать аккумуляторы. Прошёл ещё один день и очередные 10 циклов. В 20 цикле левый аккумулятор отдал 2714, а было 2733 мАч. Разница в 19 мАч. Правый аккумулятор отдал 2731 мАч, а было 2749. Разница в 18 мАч. Неплохо, неплохой результат. Продолжаем тесты. Правый аккумулятор уже подошёл к 30 циклу. Он сильно опережает левый аккумулятор, так как ток разряда 5 А против 3 А. Я сейчас снижу ток заряда до 50 мАч. Это будет паузой для правого аккумулятора, а левый его догонит в это время. После чего я верну зарядный ток обратно. Отдал он у нас 2732 мАч. Занесу это значение в таблицу. Тут у меня ещё купили одну из таких зарядок High Charger 4010 Duo. У меня, как назло, камера стоит на этой коробке, которой эта проданная зарядка. Вытащу её, поставлю пустую коробку от той, которая сейчас в работе. Через eBay быстро получилось продать. Только поставил и через несколько дней купили. Оставлю одну iCharger 4010 Duo. Мне её будет достаточно. Ещё останется зарядка Polarone EX1400. Я её тоже, наверное, продам. Так, в кадр всё по-прежнему попадает. Продолжим тестирование. Левый аккумулятор почти догнал по циклам правый. Вернём зарядный ток правого до 2,5 А и запишем, сколько отдал левый в табличку. А отдал он у нас 2703 мАч. Было 2714. Разница составила 11 мАч. Неплохо. Даже меньше, чем в циклах ранее. Посмотрим, как будут себя вести аккумуляторы дальше. 40-й цикл подошёл к концу. Левый аккумулятор отдал 2692 мАч, а было 2703. Разница в 11 мАч. Тенденция к небольшому снижению ёмкости, конечно же, наблюдается. И это нормально. Правый аккумулятор отдал 2733 мАч. Это из-за того, что мы догоняли левый аккумулятор, давали ему отдохнуть. В него залилось больше. Поэтому на 10 мАч он отдал больше, чем предыдущие 10 циклов. Дальше, возможно, нам ещё придётся разок-другой подогонять и ставить на паузу правый аккумулятор. Продолжаем тестирование. Наконец-то половина теста пройдена. Левый аккумулятор в 50-м цикле отдал 2669 мАч. Было 2692. Разница в 23 мАч. Правый аккумулятор отдал 2728 мАч. Было 2733. Разница в 5 мАч. Картина стабильная. Надеюсь, и дальше будет так. Подошёл к концу 60-й цикл. Левый отдал 2633 мАч. Было 2669. Разница увеличилась и составила 36 мАч. У правого в 60-м цикле 2711 мАч. А было 2728. Разница в 17 мАч. Будем наблюдать, что произойдёт дальше. Уже 70-й цикл. Неужели скоро завершение? Левый аккумулятор отдал 2610 мАч. А правый немножко убежал. По циклам вперёд надо его немножко притормозить. Правый отдал 2705 мАч. Разница в 6 мАч. Что странно. Температура около 40 или может даже 50 градусов. Где-то так он греется. Датчик немного отошёл. Поправлю его. Температура стала побольше. И даже при такой температуре он деградирует не очень сильно. Продолжаем тесты дальше. Подобрались к 80-му циклу. Левый аккумулятор отдал 2571 мАч. А было 2610. Разница в 39 мАч. Разница увеличилась. Правый аккумулятор отдал 2696 мАч. А было 2705. Разница в 9 мАч. Правый аккумулятор держится замечательно. 90-й цикл. Левый отдал 2547 мАч. А было 2571. Разница в 24 мАч. Правый отдал 2692. Было 2696. Разница в 4 мАч. По-прежнему правый аккумулятор, имеющий большее внутреннее сопротивление, ведёт себя лучше. Разброс по качеству ячеек присутствует, но он не критичен. Продолжим тестирование. Близится окончание. Наконец, этот 10-дневный долгий тест закончен. И мы можем узнать результаты. Левый аккумулятор отдал 2515 мАч. Было 2547. Разница в 32 мАч. Правый аккумулятор отдал 2678 мАч. Было 2692. Разница в 14 мАч. Довольно странно себя ведут эти аккумуляторы. Левый аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление, а правый – большее. Но, тем не менее, левый деградирует сильнее. Но, если посчитать в процентном соотношении, даже наш худший образец деградировал за эти 99 циклов всего лишь на 8%. График вы можете видеть сейчас на экране. В прошлый раз я гонял 99 циклов аккумуляторы Lunge 33E на 3300 мАч. Они деградировали на 15%. Что соизмеримо с такими именитыми брендами, как LG и Samsung. Но наши аккумуляторы и Ape 26F имеют еще меньший процент деградации. Их можно сравнить с очень известными аккумуляторами Panasonic. График деградации которых вы видите на экране. Panasonic за 100 циклов деградирует всего на 5,5%. А у нас 8%. И это очень хороший результат. Смущает только разброс по параметрам. Причем непонятно от чего он зависит. Поэтому по хорошему нужно брать эти ячейки с запасом, прежде чем собирать готовый аккумулятор. Нужно всю партию ячеек тестировать прибором. Затем выбирать наилучшие, компоновать их и собирать из них батарею. Что хочется еще сказать. Тест получился довольно трудоемким. Даже больше времени я потратил, чем на тест Lunge 33E. Поэтому надо еще доводить до ума методику тестирования съемки подобных роликов. Чтобы затрачивать на их производство еще меньше времени. А следовательно успевать тестировать как можно больше аккумуляторов. Кто не подписался, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки, поддержите канал. Чтобы было еще больше интересных тестов разных аккумуляторов. Так как это очень стимулирует меня на съемку. Какой можно сделать вывод из этого теста? Эти аккумуляторы самые дешевые на рынке. Стоимость за ячейку примерно 1,6$. Деградация и соизмеримость Panasonic. Я бы назвал эти аккумуляторы народными аккумуляторами. Для разного вида техники. Такие как самокаты, пауэрбанки, фонарики и так далее. Эти аккумуляторы действительно меня порадовали. Потеря емкости 8% это очень мало. Это замечательно. Китайцы молодцы конечно. Далее на тестах будут аккумуляторы этого же производителя и Ape HG2. Пишите в комментариях как их желательно тестировать. Я их хочу протестировать такими же токами как и эти аккумуляторы. В нынешнем тесте 3,5 А. Посмотрим как они себя поведут. Надеюсь процент деградации будет не хуже. И китайцы нас и дальше будут радовать еще более лучшими аккумуляторами. Будут улучшать химию и техпроцесс. Чтобы мы получали более качественный продукт за меньшие деньги. Совсем забыл я сделать ведь замер сопротивления внутреннего. Уже все разобрал. Весь стенд. Это же очень интересно. Какое же у них внутреннее сопротивление стало после 99 циклов. 21,2 мОм. 26,5 мОм. 26,5 мОм. 26,5 мОм. Теперь действительно все. Спасибо всем кто досмотрел до конца. Жмите палец вверх. Поддерживайте канал обязательно. Делитесь в соц сетях. Всем удачи. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.